всем привет продолжаем играть ведьмака сейчас мы находимся в хижине abigail вот она приготовила снадобье задание было написано для нас но это снадобья она дала альвину чтобы снова вызвать духа который в него поселился или что с ним происходит такое что он стал пророчествовать это было опасно и геральт попросил ее остановить этот процесс и не знаю как назвать это действие магии зелья и соленым сейчас все в порядке смысл того что говорил альвин смысл в том что из-за человеческой низость из-за того каким образом в жизни они живут что вы них очень мало светлого и доброго как он объяснил по этой причине и появились эти псы как я поняла и предыдущей серии я говорил с вами об этом и он сказал такую фразу то что человеческую низость мечом победить нельзя и это правда каждый сам сам может победить в себе зло но не смысле победить даже а так как у нас есть все и светлые добрые черты зависит от того что человек выбирает то есть зависит от самого человека какого волка он кормит да и мир сможет измениться только если каждый сам захочет изменить себя изнутри посмотрев на мир посмотрев назад в прошлое и сказать себе что хватит уже жить в обмане лжи в страхе и если человек захочет светлое будущее конечно в одночасье он не сможет изменить мир изменить окружающий даже мир вокруг себя ближайшими если большинство людей будет так задумываться положительные мысли массовые могут изменить ситуацию в мире ну или постепенно менять ее хотя бы какие у нас здесь задания у нас есть второстепенные задания вот сомнительное дело нам нужно отправиться в таверну под куда-то мишкой в зиме и у нас в городе еще и сделала нам нужно к алхимику зайти и еще обе гал сказала что к ней заходил ведьмак берингар вот она может помочь найти саламандр может он к ней заходил покупать что-то может еще зачем-то заходил еще у нас есть важное задание связанное со зверем мы должны доложить преподобному и рассказать ему о том что мы узнали у обе гал хоть к ней здесь не очень хорошо относятся но мы сведения любые собираем любую информацию которая нам может помочь в этом деле я думаю что это в их интересах и и когда мы победим зверя мы завоюем доверие сельчан значит план у нас такой что нам еще нужно закупиться ингредиентами поэтому я иду к алхимику и в городе у нас много заданий и потом когда уже у меня будут лечилки я пойду в пещеру потому что мне кажется что там серьезная проблема какое-то создание может быть огромных размеров может которые первое первое создание большое который нам здесь встретиться может какой-то босс да для этого вам не нужно добраться до это тимири это у нас королевство в зима в зима вот в принципе можно и здесь пройти перед тем как мы пройдем в город зайдем к преподобному сообщим ему о нашей встрече с обе гайл какое на зеле сделала и о пророчествах этого мальчика расскажем через него кто-то говорит через этого мальчика по-моему еще этот мальчик говорил про щенка с которого собрали шкуру и он говорил зачем эти дети как с ним поступили то есть дети жестокие они обижают друг друга и друг друга завидуют берутся обижают животных страны детям наоборот нужно прививать любовь к природе и к животным и тогда они животных не будут бояться страхи нет ничего хорошего потом и про женщин и про мужчин он говорил здесь нас не пропустят вход там по моему сейчас пройдем по берегу реки но уже тут геральта не просто так светлые волосы как говорят частота помыслов от чистоты помыслов зависит цвет волос хотя это спорный вопрос потому что я знаю много добрых хороших людей с черными волосами мэра мои родные и близкие да и светлые и темные брюнеты и блондины но не знаю может не просто так он побелел может у него действительно особенная душа сущность которая внутри тела геральта не просто так же дети рождаются светловолосами часто а потом наши волосы темнеет такая же история была и со мной то есть у меня были светлые волосы белые вот и когда я взрослела темнели до темнорусого кажется такое часто бывает чтобы к взрослому возрасту оставались такие же волосы светлые как в детстве но они еще и на солнце выгорают но все же может в этом что то есть может в этом что то есть так наконец то мы пройдем внутрь посмотрим город и первым делом я до алхимика хочу побежать а проход воспрещен если у тебя есть грамота найди миколу ворота закрыты до особого распряжения ворота закрыты до особого распряжения но мне же сказали что можно пройти микола сказал что у меня есть все что нужно мне слишком мало платят за такую работу что-то странное а вот сюда мы должны прийти ночью и здесь чудовище вот этот вот плавун вода на новую территорию мельница вход на новую территорию мельница а раньше не было здесь этого входа ночью надо сюда прийти и я еще плавуна какого-то хотела убить у нас было задание а потом оно исчезло может я уже с ним разобралась везде все заперто какой берег длинная черемица выглядит как вот подсолнух издалека городской стражник микола сказал нас можно пропустить какую грамоту блин прочитать первая ночь 95 килограмм мускулов рост около полтора метра плыки длиной за большой палец избегать признаки демона альзура вторая ночь своим воем призывает баргестов это кстати записи беренгара нам их отдала амигайл демоническая природа не оставляет сомнений третья ночь высокая сопротивляемость железу и знакам тройного и ирдена даже не заметил четвертая ночь подтвердили все признаки демона альзура зверь задает вопрос и только давший правильный ответ получает шанс убить демона какие то головоломки тут проверка на раскрытие разума испытания но мы прочитали нам добавили эту запись ордена арест профессора человек известен под именем профессора виновен в совершении многочисленных преступлений против короны в числе и прочего убийство разбор оказание сопротивление городской стражи и государственным чиновникам а также другие злодеяния в отношении подданных короны любой человек предоставивший ему убежище становится соучастником преступления содействие в поимке поменутой персоны является обязанностью всех подданных короны за выдачу профессора живого или мертвого назначается вознаграждение в размере 1000 оренов профессор это тот который по химическому лабораторию пожаловал в этом замке именем его величество короля или нет фольтеста Винсент Мейс капитан городской стражи многое запись в дневнике разыскивать чтобы найти врагов да блин мне надо сначала попасть в город зачем мне столько наборов игральных костей мы чуть терять здесь у нас кольцо ключ от склепа хотела еще перетащить думаю вдруг нужно кому показывать как кольцо славы мечтали история мира так они испытывают мое терпение блин может быть проповедник как-то на это повлиять может чтобы нас пропустили микола уже сказал что можно нас пропускать сейчас говорят нельзя а вот он весь вход где могу достать пропуск где могу достать пропуск у ордена пылающей розы есть пропуска вечное пламя поборит заразу я не видел в округе никаких рыцарей преподобный знает об этом что нибудь он многое знает никогда не вредно его спросить будь здоров так ну ты здоров то будь но еще есть вопросы какие проблемы у нас тут проблемы ну это м картона или как там ее чертова чума у нас тут всех море и чудовище тоже есть чудовище говори как недоразвитые м мертвяки опять же и эльфы с кобальдами волки говоришь да чертовалков господин и одичавших дворняк раньше бывал их камнями мог отогнать и теперь уж камнями теперь у тебя есть меч ну это ну да ну может быть но это разговаривает так как не разговаривают пятилетние дети может не в стражнике нужно не знаю может быть это навоз конечно сгребать но из того что видимо тут каких-то знатных кровей его отправили учатся в рыцари в стражнике это почетная профессия хорошо платят но а мы за него одно задание сделали в каждый раз будет свои деньги отдавать другим людям они будут выполнять за него эту работу и все равно же либо уже узнали либо знают не знаю каково ему если за спиной про него будет говорить что он трус чего что-нибудь выбрала что у него хорошо получается всегда есть то что хорошо получается у человека от него здесь вообще в общем то никакого толку не что он здесь есть что его нет я нашел эти необычные кости похожи на работу краснолюдов блин я не буду наверное ему про это рассказывать будь здоров что там нам добавили доставить пакет сомнительное дело а где пылающая роза обитая заперта чего нас не пропускают будь здоров так я просто думаю что у нас неприятности могут быть если мы про кости расскажем его медника нет на месте ворота закрыты до особого распоряжения карантин алиэн опять нужно что-то сделать чтобы нас пропустили нам нужно найти этот орден пылающая роза они тут борются с чумой под пещеру может быть готовым ко всему это он мне говорит что у тебя ни хрена ни хрена не полечилок нефиг туда соваться потому что чем ты будешь лечиться дорогая я же погибну что нужно с умом это все обдумать и прийти сюда во второй раз уже когда у нас будет лечилки ну ладно сейчас добегу до преподобного может какие-то изменения будет уже тут стемнело сейчас еще на берег вернусь попрошайка выпить не найдется ну-ка бухло он нас спрашивает если есть то не жалко но мы понимаем что он нас спрашивает это будет намек что нужно встать на путь истиной и не бухать больше белое вино это фиг тебе обойдешься селитра нет мы его травить не собираемся молоко яблочный сок у нас есть три штуки красная тусетская самое лучшее вино вот у него будет праздник дурацкая шутка а у нас не алкоголь просят а типа они это не пьют да нужно обязательно пиво ему бросить дурацкая шутка понятно только пиво это общество я самая лучшая ему красное вино хотела подарить но мне говорит дурацкая шутка я привык стрёмного пива так вот человек не любит себя что считай что он не достоин лучшего вина торгер хотим которым геральт хотел поделиться с ним так а преподобный куда делся так я тогда его похвалила сказал что на днем и ночью здесь молится и даже когда дождь идет на он куда-то исчез так он по ночам не обитает на здесь орден пылающие розы чтоб ее проклятие чтоб этот орден может у нас пропустят ли моему кости эти подарю почему здесь есть такой вариант я нашел эти необычные кости похоже на работу краснолюдов не знаю что там народ говорит но я уже с игрой завязал давно вот что мне провалиться спокойно микула я просто спросил преподобный может подтвердить что я игру спалил и отрекся от нечистого уговорить краснолюдом золтаном золтаном говорит уже с ним говорили я думаю подарить ему один наборчик у нас пропустит на его же можно чем-то подкупить такой уж у нас правильный у него много слабости его можно чем-нибудь подкупить много соблазнов я думаю есть таится в этой душе дверь в дом преподобного а вот его дом я вообще не туда зашла я думал в часовне спит преподобный так мы знаем откуда появился зверь я знаю откуда появился зверь мои подозрения верны это ведьма призвала его зверя призвала людская злоба в этой деревне творились очень злые дела чтобы сразить зверя я должен сперва обличить виновных в твоих словах есть мудрость когда овца отбилась от стада хороший пастырь должен привести ее обратно на путь праведный или овцы его станут поживой для волков я узнаю все что смогу чтобы обороть зверя я должен собрать всех жителей вот твоя награда это все что есть теоринов от нас требовалось все о чем ты просил где находится логово саламандр ты прибыл вовремя иди в трактир там обустроились несколько бандитов из саламандр они прячутся в старом доме трактирщика у олафа будет ключ и ведьмак да ничего да светит твою душу вечный огонь у нас благословил сидят по домам я не хочу чтобы пострадали случайные прохожие да пусть сидят жаль телефона нет обзвонить всех соседей да так у нас новый уровень нужно пройти в состоянии медитации и прокачать геральта там есть еще варианты он уже улегся спать я хочу войти в город но мне понадобится пропуск знаешь что нибудь про такой преподобный такие пропуска только у рыцарей ордена но как капеллан вечного огня я получил один такой на хранение могу я его получить ты чужак бродяга ты с ума сошел зачем тогда ты нам рассказал что у тебя есть запасной в кладовой сейчас ты пока спишь мы в кладовой ты проникнем бродяга потом этого бродягу опять вызовут чтобы сразить звери мечом обобрали старого преподобного отца зачем ему столько вина обойдется пророчество и длинное знаменитое пророчество эльфийское сновидящие мы могли купить за деньги там сто восемьдесят сто стоило и бесплатно получаем и нужно это прочесть истина говорю вам придет как меча и топора век волчьи пургия а это пророчество про которое говорил этот мальчик а каковы будут он и глаголю вам вначале и зайдет земля кровью дневник категории глоссарий истории мира это мы читали выбросить пророчество да блин вот дневник наконец то вот пророчество от лина эльфийская пророчество прославилась тем что предсказала наступление конца света вот чтобы прославиться нужно предсказать конец света согласно этому пророчеству в мире наступит ледниковый период и все люди погибнут концов света может множество быть таких вариантов наоборот люди должны найти способ как прийти к миру в таких сложных условиях и остаться человечным преодолеть огонь и воду и медные трубы согласно этому пророчеству в мире наступит ледниковый период тогда настанет час презрения топора и волчьи торги что можно интерпретировать как долгую войну или возвращение к варварству как будто они сейчас не как варвары живут возвращение к варварству не знаю те же варвары и сейчас варвары и тогда были варварами ничего не изменилось технологии что-то их особо не выразумляют а только еще больше отупляют если так молятся люди на эти технологии нужно сохраниться куда ты припрятала свой экземплярчик я сейчас возьму и не побрезгую не хочу я искать этот орден красные розы шкафу янтарь где-то он в более интимном месте спрятала эту запись что мы не нашли где-то потайной сейф у него есть вместе с ним спит наверно блин что нам делать теперь преподобный обещал заняться зверем а теперь надо разобраться с ламандрами слежение пойти в таверну нам надо так вторая это энергия это вторая это выносливость а третья это энергия за отвечающая за магию ну как мана да но она у нас пустая вместо так силы нужно ее пополнять или нет найти людей которые сделали какое-то зло здесь в деревне и преподобный типа найдет этих людей каждый второй сквернит и сквернословит про друг друга ну и накажет он их не знаю поможет ли это дело эй друг а дань кто будет платить какую дань грек слыхал он говорит какую дань да детей же идиотина дайте мне пройти ну уж нет плати дань тогда пройдешь в таком случае поговорим иначе по-моему это саламандра ты труп да она вряд ли труп так нам говорили что в броне лучше сражаться силовым эммм стилем за два удара мы победили силовым стилем топорик селитра а как раз деньжат нам подкинул а всего шесть остальное мы заработали выполнив задание и поговорим с преподобным сведения о звере мы ему предоставили и нам заплатил двести ур не очень много ну хотя бы что-то это же эти саламандра по-моему похож очень так я не туда иду это верно это верно верните направо а мы посмотрим что можно сделать с твоими способностями геральт работают только когда ведьмак имеет менее 20 процентов 25 процентов здоровья Когда выпьем мутаген, тогда можно прокачивать жажду битвы. Сейчас не можем прокачать. А, кстати, все хотела проверить. Нам нужно прокачать ему арт. Вероятность оглушения необходим бронзовый талант. У нас бронзовый. Угол 180 градусов вызывает. Нокдаун. Чтобы начать зарядку, знака нажмите и держите правую кнопку мыши. И еще у нас есть огненный знак. Теперь повреждение плюс 10%. И, кстати, меч бы нам еще. Меч тоже можно здесь прокачивать. Я совсем забыла. Все здесь можно прокачивать. Так, еще Маргест, ты куда побежал? Помогаешь нам? Чтобы начать зарядку знака, нажмите 4, чтобы выбрать знак Игния. Это наш-то неизвестный эликсир. О, это гуль. Да, если бы у меня был меч более прокачанный и стиль боя, нужно еще прокачивать. Было бы проще с гулями в пещере, в склепе, точнее, разобраться. Вешеная собака. А, ну да, они дохнут и превращаются в этих баргестов. Здесь еще у нас есть какой-то вход к наемнику, но сейчас здесь ничего не написано. Днем написано, но дверь туда закрыта. Сейчас с саламандрами поговорим. Или с мечом, или так. Посмотрим, как у нас выйдет. Смотрю, они тут все собрались. Что-то обсуждают. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, Бан. Какая на тебя, голубка. Да, она храбрая. Это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была. Наверещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький. Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ты тоже новенький. Ну давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начали мне не прислать. Сейчас себе этот новенький меч. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Так уж вышло, что все дамы под нашей защитой, где мы поплыли сюда. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так. Надо было бежать, пока было возможно. Ну и те дамы, которые с нами не сражаются на мечах. Ладно. Так. Кто здесь ублюдок, я бы поспорила. Кто нападает на слабых и беззащитных. Ну, эта Шаня, может быть, и может стоять за себя, но с такой оравой бы она не справилась, это точно. Блин, она наш друг. Как мы можем мимо пройти такого беспредела. Геральт, ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплохо, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя быстрый меч. Я отправляюсь в Визиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шаня. Я буду здесь. Корчмарь. Да, здесь много мертвяков. Надо проверить. Сейчас проверим. Так, сейчас проверим, что в карманах. Думаю, что еще можно переговорить с Мишаней. Тяжелая какая-то палец. Псала. Ну, у нас место осталось только для денег. Тут все обобрали, да? Дубинка, что? Ты нам еще скажешь? Здесь, иди. Ключ от... От логова саламандр найти. У меня просто торопилось. Мне нужно было кошке дверь открыть. И упустила немножечко ихний разговор. И своего внимания разве я не все обыскала. Вот он. Так, вот саламандрой мы должны пойти в логово. У нас есть ключ. Блин. пойти в логово саламандр. Логово у нас находится на улице. И после этого нам нужно поговорить с Шаней. И тоже интересно, как все пройдет. логово саламандр. Нам нужно наведаться в логово. И еще один гуль. И еще один гуль. караулит. Так и придется через него идти. Когда нужны были эти гули, без того склепа не могла их тут найти. Думала, где нам кровь раздобыть, пока не было задания от Микулы. Так. Правильно идем. Так. Да. Сохранимся перед тем, как туда отправимся. Лечилок у меня нет. Не знаю, может, есть что-нибудь. Пока бежим. Не могу понять в этом. Да, убежище Саламандр. Умри. Так. Меня убили. Да у меня нету, кстати, этих ласточки или пилин, по-моему, для регенерации. Как же нам быть? А, магию использовать можно. Что-то я запарила. Сейчас попробую. Попробую пить чай-то такое. Какое-то зелье неизвестного происхождения. А куда делись? Они теперь с другой стороны? А куда делись? Они теперь с другой стороны? Еще не хватало... Не хватало жизнь тратить на тебя. Он домой забрался. Ладно, еще на улице. Нападает тут. Хотя бы в домах могут закрыться вот этого чудовища. Он еще в дом забрался. Сохранимся, а значит, логово с другой стороны. Состоянно отключается, блин. Я тебя убью. Это мы где? Сохни, ублюдок! Сохранится. Сохранится. Субтитры делал DimaTorzok Остался еще один. Так, а что-то вышел куда вообще? Мы попали в какой-то коридор странный. Так, справились. Это у нас брошь с саламандрой, кремень и деньги. Нужно подлечиться. Тут еще где-то была еда. Набирали груши, например. Много тут у вас всякого добра, деньги, пила. А повторно мы можем складывать предметы. Например, пиво одного вида складывается в одно до десяти. Хотя бы так. А как достать другое оружие в вновлении? Вополнительное оружие 1, 2, а... Один, два, три. К, е... К, е, р... Что там не берет? Хм, знакомые ящики. Так, этот ублюдок торгует с саламандрами. Тот, которому мы помогали, он торгует с саламандрами. Тогда мы никакую посылку не будем отправлять. Это другая сторона пещеры. Ассасин. Убилки ящик. Кто это такие? Тоже саламандры? Я давно тебя жду. Деревенский живодер из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийце-насильниках. Где Берингар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар-Евет может быть очень убедительным. Убежал. Экгарик говорит коротко и по делу. Кто такой Азар-Авет? Кто такой Азар-Евет? Он самый главный. И он могучий маг. Не читать тебе. Могучий маг. Храбрости тебе не занимай, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоешь, когда Азар до тебя доберется. Убийцы? Ода. Это вшивота деревенская. Пришел сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остается только мечтать о бои с настоящим воином. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили все прямо на нашу базу в Изиме. Тебе же хуже. А теперь потанцуем! Все вместе к нему! Теперь потанцуем. Здесь трёпала еще. Субтитры делаю. Поехали! Субтитры делаю! Когда они окружают, это плохо. Так, ты остался один, можно силовой переключить. Задание обновлено. А тут мальчик этот, Альвин. Поэтому куда бегал делось? Альвин, а ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах он, ну блин. Я рад, что с тобой всё в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Вызиму. В Вызиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Дети, идите за мной. Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться её сломать. Попробуем. Преподобный отправил сюда ребёнка. Значит, он заодно с Саламандрами. Дети. Значит, здесь ещё дети. Он говорит, нужно платить дань. Какую дань? Ребёнкам. Они детей собирали для чего-то. Может, энергию с них собирать? Не знаю, монстров из них выращивать. Много всяких вариантов. Душа ребёнка, она очень уязвима. Она ещё мало что познала. Её можно направить. Она как пластилин. Для чего-то понадобились дети. Последуй Саламандр. Тоже найти выход из пещеры. Так. Преподобные тут воду моть. Сейчас нужно подлечиться. Да. На высоком уровне бы я сейчас не справилась без лечилок вообще. Поэтому пока останемся на среднем. Давай лечись тогда цыплёнком. Черника есть. Ещё здесь нужно всё собрать. Груша. Ладно, давай посмотрим, что у вас есть. Серебряное кольцо с янтариом. Ценный предмет, который можно продать или кому-нибудь подарить. Да, кстати, мы ещё не пробовали продавать что-то. Это, в общем-то, хорошо. Но я знаю, что в RPG-играх можно торговать, продавать. Но здесь я что-то пока ещё где-то не заметила, видимо. Мы можем всегда иметь наличку, чтобы что-то купить. Устанавливать здоровье. О, Филин. Для регенерации. Книга Филина. Отрывки из секретов ведьмаков, украденных в Каэр Морхене. Содержит формула зелий. Классно. Книга Филина. Книгу Филина мы возьмём. Вместо чего-то. Так, еда. Классхимера мы уже читали. Это я, пожалуй, возьму. В свитке содержатся формулы следующих эликсиров. Филин. Вьюнок. Белый мёд. Так, добавили нам запись. Так, можем теперь выбросить, что там у нас в дневнике. Вьюнок эликсир дает сопротивляемость кислотам. Вьюнок эликсир дает сопротивляемость кислотам. Напал на Каэр Морхен. Один из предводителей нападения. Он чародей, причём настолько могучий, что даже Трис Мэри Гольд не смогла противостоять ему. Таинственный маг. Символом Саламадры. Искусный алхимик и занимается изучением мутаций. Его зовут Азар Явет. Такое страшное имя предполагает, что он прибыл издалека. Деклон. Я встретил Деклона Лео Вардена, богатого купца в таверне. Человек предприимчивый и богатый, также обладающий широкими связями. Он живёт в купеческом квартале в Изиме. И от нём его можно найти на даме, где он занимается своим бизнесом. Ещё этот контрабандист, которому мы помогали с эльфами. К сожалению, он торгует саламандрами. То есть он что-то им продаёт. Это плохо и нам нужно тоже его посетить. Пригрозить, может ему сказать, что не с теми людьми ты дела ведёшь свои. Конечно, это незаконно, но тут люди выживают как могут, если он не продаёт там какие-то страшные смертельные яды или кислоту простым людям. Хотя он также продаёт и оружие, и много чего ещё, но торговать с бандитами, это, конечно, плохо. Мы не просили показать нам список клиентов, с кем он торгует. Пёс-призрак. Появляется всюду, где живут бесчестные люди. Эти записи появились, кстати, благодаря Берингарду. Нам нужно найти выход из пещеры. Грибы тоже для чего-то нам пригодятся. Много-много крыс. Меч. Деньги. Бараньокорок. Костёр. Сундук. Черника. Силитры. Деньги. О, синий метеорит. Нам нужно что-то выбросить. Душа пса-призрака. Мечельный камень. Поточи-ка меч. Что-то выбросить надо. Три куска метеорита, по-моему, нам нужно, да? Подарить какую-нибудь даме. Блин, ну реально, места нету. Силитра. И кремень. Отёл. Бараньокорок. Но они здесь точно не голодали. Не морили голодом, значит, они им нужны живые для чего-то. Ну и все они должны были к своему хозяину их привезти. Книга Филина. Так. Так. Серебряное кольцо. Ценный предмет какой-то. Книга Филина. Это мы все читаем. Так, детки. Они хотели увезти нас в Изиму. Подальше от наших родителей. Пожалуйста. Не делай мне больно. Мы пришли защитить тебя, малыш. Альвин, а почему ты здесь? А, вот так вот. Пошлите за мной. Ребит меня. Так, нужно подкрепиться. Энергия. Энергия. Ну, ты будешь есть. Там обезда? Ребит поute easily는 엄마, Herołem was in evil? Все, что у нас есть Филин. Всякий пожарный. Клонимся перед этим. Вон там Уам Abigail нас ждет. Продолжение следует...